Екатерина Волкова с детства интересовалась модой и смотрела тематические передачи. Много наблюдала за Александром Роговым, российским дизайнером и ведущим популярных телепроектов. Накопила деньги и прошла его курсы по сталингу. Когда я обучилась у него, это было в онлайне, я вот как раз таки ближе к 18 годам заявила везде, что я стилист. То есть я просто начала себя так называть и узнала, что есть конкретные услуги, которые стилист предоставляет. И в своем блоге я начала, да, в запрещенной соцсети Инстаграм, я начала рассказывать о том, что я стилист, и рассказывать там, как сочетать, что носить. Екатерина рассказывает, прошли те времена, когда персональные стилисты работали только со звездами шоу-бизнеса. Профессионал может подобрать кардероб на любой кошелек. Своя самооценка у меня, конечно, поднялась. Я сменила имидж, я сменила маленько гардероб. То есть какие-то вещи у меня были, но я добавила для этого еще какие-то вещи. То есть мне получилось больше образов, куда можно выйти и как выйти. И теперь у меня нет такой мысли, что, ой, мне надо что-то срочно пойди купить. То есть мне нечего одеть. Екатерина признается, что давно мечтала попасть на красную ковровую дорожку. И вот это осуществилось. Суть премии «Персона» – собрать специалистов со всей России. Анкетирование, тесты, конкурсные заявки, предоставление портфолио, отзывы от клиентов и оценки членов жюри. Поддержать Екатерину на премию поехал ее ученик Сергей Исаев. Для меня это очень важно, поддерживать своего кумира, наставника. Я очень рад, что я вообще, в принципе, с ней познакомился. Для меня Катя – это супер-мегаперспективный человек. Она просто покоряет всех своей харизмой. И я думаю, что мне хочется быть таким же, как она. Формирование собственного стиля – непростой процесс. Нужна хорошая насмотренность. Екатерина советует понаблюдать за кумирами. Посмотрите журналы или фильмы о моде. Начните повторять. А там уже сами поймете, как составляются образы. Тогда вы сами сможете стать лучшим стилистом. Хотя бы для себя. Тарья Денисова, Дмитрий Денисов. День с толком.